добрый день друзья сегодня готовлю настоящий и очень вкусный соус ткемали мне его прислала грузинка замечательная хозяюшка тинуко если имя произнесла неправильно извините пожалуйста этот рецепт я уже приготовила на пробу замечательный соус и сейчас готовлю его для вас для приготовления этого рецепта нужно использовать специальные сливы для ткемали но так как у меня слив таких нет я нашла сорт слив чтобы они были такие кисло-сладкие на вкус их нужно хорошенько вымыть вместе с косточками косточки я не удаляю добавляю сюда немного воды закрываю плотно крышкой и ставлю на плиту довожу до кипения и на медленном огне готовлю ориентировочно 20-30 минут до тех пор пока сливы у меня разварятся и станут очень мягкие и готовые для протирания даем сливам немного остыть и протираем через сито косточки удаляем и кожицу тоже когда мы сливы протираем через сито соус получается нежнее но также сливы можно измельчить блендером естественно нужно предварительно убрать косточки у меня остался приблизительно один стакан сливового сока но мы пока никуда не выливаем пока не приготовим соус может быть в процессе нам придется добавлять сок мяту чеснок и один острый красный перец вместе с семечками я измельчаю в измельчителе и добавляю к протертым сливам чайная ложка кориандра измельчаю в ступке можно добавить уже молотый кориандр но когда мы измельчаем он получается более ароматный для специи это лучше для нашего соуса хмели сунели это смесь из 13 различных специй или приправ и также уцхо сунели уцхо сунели это голубой пожитник немного орегано добавляем пока чайную ложку соли так с небольшой горочкой и сахара 2 столовые ложки все перемешиваем и ставим на плиту варим 10 минут постоянно перемешиваем чтобы у нас соус не подгорел в ступке я измельчаю тимьян и укроп и пол чайной ложечки соли для большего аромата и через 10 минут кипения соуса я добавляю эту смесь в ткемале все перемешиваем варим еще 10 минут и горячий разливаем соус в стерилизованные банки и крышки обязательно когда соус будет готов попробуйте его и подкорректируйте вкус закрываем банки и обязательно будем их укутывать чтобы они продолжали у нас стерилизоваться так как это все-таки у нас закупорки на зиму идут слив у меня было меньше чем 2 килограмма где-то 1 килограмм 800 грамм вместе с косточками и соуса у меня получились две пол-литровые банки и еще наверное миллилитров 200 закрываю полотенцем и сверху одеялом и до полного охлаждения когда соус остынет он станет более густым все специи в этот соус добавляются именно количество специй произвольно по вашему вкусу точных ингредиентов вам никто не может сказать у всех абсолютно разные вкусы огромное спасибо хозяюшки грузинской тинуко этот соус очень вкусный я уже его попробовала и вот готовила сейчас второй раз готовьте и вы если вам понравился рецепт не забудьте поделиться со своими друзьями и ставьте пальчик вверх мне будет очень приятно и тинуко тоже наверное будет смотреть этот рецепт всего доброго и до новых встреч с вами